Девушки отдыхают Девушки отдыхают Генеральный секретарь НАТО призывает Россию использовать свое значительное влияние на сепаратистов, чтобы остановить серьезную эскалацию насилия на востоке Украины. По словам Йенса Столтенберга, за последние дни произошло более 5000 нарушений режима прекращения огня. Более 20 тысяч мирных жителей остались без электричества. В городе Авдеевка к северу от Донецка до 6 вечера по Москве введен режим тишины. Об этом сообщили местные власти. С места событий наш корреспондент Борис Иванов. Сегодня из Авдеевки эвакуировали детей. Отсюда, с этой площади, возле палаточного городка, который раскинулся здесь буквально накануне, отправились первые три автобуса. Сегодня здесь, в Авдеевке, относительно спокойно. Утром были редкие обстрелы, однако сейчас здесь тихо. По информации главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жибриевского, чтобы полностью восстановить газо, тепло и электроснабжение в Авдеевке, необходимо как минимум три дня вот такой вот тишины. В самом Донецке сегодня тоже слышны взрывы снарядов. Эти кадры были сняты сегодня утром. Бомба уничтожила целый этаж жилого дома. Жители города, оплота сепаратистов, говорят, что их обстреливали из артиллерии ночью, а также рано утром. Сегодня здесь снарядом убила женщину. Суд в Кирове предложил оставить Алексея Навального под подпиской о невыезде. Окончательное решение еще не принято. Представитель обвинения по делу в Киров леса поддержал предложение судьи. На вопрос защиты, из какого города не сможет выезжать Навальный, судья ответил, будем обсуждать. В Кирове находится наш специальный корреспондент Наталья Джампаладова. Адвокаты обращают внимание на то, что с середины января процесс по делу Киров леса значительно ускорился. У них отменялись заседания по другим делам, а судья назначал слушание практически каждый день. Защита Алексея Навального связывала это с тем, что поступил указ осудить оппозиционера как можно быстрее. И сейчас адвокаты не исключают, что приговор может быть вынесен уже до конца этой недели. Алексей Навальный считает весь процесс политическим. Он обвинил ФСБ в незаконной прослушке и наружном наблюдении. Они так просто все стараются сделать быстрее для того, чтобы просто мешать ходу моей избирательной кампании. Им нужно как можно быстрее вынести новый обвинительный приговор для того, чтобы вновь юридически заявить о том, что я не имею права участвовать в выборах. Тем не менее, несмотря на то, что мы понимаем, что приговор будет обвинительным, избирательная кампания моя не остановится. Я считаю, что я имею полное и моральное, и юридическое право участвовать в выборах. Я буду в них участвовать, потому что у меня есть поддержка людей. В музее Ельцин-центра в Екатеринбурге сегодня прошли сразу несколько памятных мероприятий. Они приурочены ко дню рождения первого президента России. Режиссер Александр Сокуров показал свой фильм «Пример интонации», состоящий из бесед с Борисом Ельцином. Вдова первого президента Наина прочитала отрывки из своих мемуаров. По ее словам, сегодня молодые политологи зачастую предлагают ложную трактовку событий 90-х годов. Наина Ельцина считает, что это может ранить поколение, которое пережило трудные времена. Игрок Челси Бронислав Иванович продолжит карьеру в российском «Зените». Контракт с 32-летним сербом рассчитан на 2,5 года. В Челси Иванович выступал с 2008-го и в составе лондонского клуба выиграл 9 трофеев, в том числе Лигу чемпионов, Лигу Европы и Чемпионат Англии. А до этого Иванович уже играл в России за «Локомотив». Сербский защитник считается одним из лучших легионеров, выступавших в российском чемпионате. Это все на сегодня. Спасибо, что были с вами. Меня зовут Егор Максимов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok